Давно мы не ходили в стенах родного факультета. Если вы вдруг забыли, как он выглядит, спешим напомнить. Наконец-то команда Маховой 9 вернулась на факультет. А это значит, что мы можем продолжить вещание, как прежде. Парадокс. Пока мы снова привыкаем к коечным занятиям, журфак стремится в интернет. Сегодня покажем, как дом на Маховой готовится покорять ТикТок. Впрочем, среди интересов наших студентов есть вещи поважней. Например, как сделать из учебного проекта по экономике реальные деньги. От экономики к экологии. Каждый может сделать свой вклад в будущее нашей планеты. Через несколько минут узнаете, как. Я Максим Докучаев, и мы начинаем. Сейчас весь мир обсуждает цифровые платформы. Конечно, в инновациях есть много плюсов. Однако, новая реальность может принести вред. Социальный, политический или экономический. Именно об этом поговорят на первой встрече серии семинаров под названием Topical Seminar, которую собираются проводить журфак. Возникает вопрос, нужно ли нам управление для устранения этого вреда. Считаем ли мы, что платформы могут сами себя регулировать, чтобы смягчить свое влияние, или же мы рассматриваем другие варианты регулирования. Открою дискуссию профессор университета Сиднея Терри Флю и декан журфака МГУ Елена Вартанова. Присоединиться к онлайн-встрече можно будет 2 марта в 11 утра. Регистрация открыта на сайте журфака и в группе студсовета. Успейте записаться до 1 марта. Встречаемся в Зуме. А сейчас информация для тех, кто хочет окунуться в науку в новом семестре. Успейте зарегистрироваться на Международную научную конференцию младых исследователей Ломоносов. Работа секции «Журналистика» пройдет с 12 по 15 апреля в онлайн-формате. Целых 12 направлений на выбор, включая подсекции на английском языке. Наверное, наиболее популярные подсекции, которые с года в год, в общем-то, пользуются популярностью, это масс-медиа в России и мире. Реклама и связи с общественностью, стилистика языка СМИ и, наверное, теория и практика медиа-исследований. Но это, опять же, традиционные направления. Если говорить о новых подсекциях, то эта подсекция журфака Белорусского государственного университета. Называется она «Современный медиа-менеджмент». Участие примут студенты, аспиранты и молодые ученые не только из регионов России, но и из разных стран мира. Торопитесь, подать заявку можно до 3 марта на научном портале Ломоносов. Как мы уже говорили, журфак готовится появиться в еще одной социальной сети. На очереди — ТикТок. Кстати, съемки уже ведутся. О чем будут говорить наши студенты и какая музыка будет сопровождать лекции профессора Татариновой, расскажут наши корреспонденты Марья Урусова и Софья Срочинская. Соня, какая у тебя первая ассоциация со словом «ТикТок»? Развлечения, отдых, Даня Милохин. Но это только на первый взгляд. На самом деле в ТикТоке есть много разных сторон. Политическая, культурная, образовательная. Согласна. Кстати, журфак — это первый факультет МГУ, который завел ТикТок. И сейчас мы можем наблюдать процесс съемок. Сегодня мы расскажем вам о лекции Людмилы Китакимова-Татариновой, в ровном лице истекут Петровского времени. Получается, в ТикТоке журфака будет информация для абитуриентов, лекций и истории жизни факультета. Как мне кажется, что ТикТок как социальная сеть может факультет журналистике дать возможность коммуницировать со своими будущими студентами, то есть абитуриентами, на другом уровне. И показать, что у факультета есть и высокоакадемическое, авторитетное лицо, и при этом молодое, которое наполняет факультет вместе с преподавателями «Энергия». Для студентов ТикТок — это отличная возможность показать, что мы не сновые за ушки, а современные и открытые. Поэтому в аккаунте «Журфак Хауса» будет как познавательный, так и развлекательный контент, который поможет познакомиться с факультетом лучше. Помимо журфака, свой ТикТок запускает и образовательный проект «Маленькая редакция». Участники хотят говорить о медиа-образовании простым языком. В интерактивной форме объясняют, что такое факт-чекинг или перевернутая пирамида. Кроме того, подписчики узнают, какие форматы будут актуальны в журналистике будущего. Я считаю, что история с ТикТоком «Маленькой редакции» важна, так как не все школьники понимают, что такое журналистика, когда решают пойти учиться на эту профессию. И мне кажется, что такие базовые знания, такие как журналистская этика, какое различие есть у журналиста и блогера, важны. И поэтому мы хотим просвещать людей, которые захотят поступать на факультет журналистики. Ясно одно. Дистанционный формат заставил преподавателя искать новые пути коммуникации с студентами. Ведь говорить с ними на одном языке – это отличная возможность освоить новые технологии, которые позволят сократить дистанцию. Пусть онлайн. Цифровые платформы, ТикТок и еще немного о трендах. Экологическое движение студентов МГУ «Экогильдия» открывает набор в команду. Кстати, особенно они ждут студентов журфака. У нас проводятся те же самые акции в формате «Экотексил» он нас разделяет, и можно даже об этом писать. Можно о приложении «Кагист» писать и много-много другого, что нуждается в такой пиар-разкрутке и взаимодействии с журналистами и СМИ. С другой стороны, есть профильное направление – это копирайтинг. Он есть много где. С одной стороны, это грантовые заявки и внешние связи, коммуникации с партнерами и составление уникальных предложений для взаимодействия с этими партнерами. Поддержать экологическое движение и повысить навыки журналиста – все равно, что совместить приятное с полезным. «Экогильдия» станет отличной площадкой для пробы пера. Присоединиться к команде просто. Заполни анкету ВКонтакте, и ты встанешь на путь экологического преобразования среды уже сегодня. Каждый год МГУ превращает храм в лекторий. И этот год не исключение. С марта по май в храме мученицы Татьяны традиционно придут лекции преподавателей с разных факультетов университета. Откроет цикл встреч выступления нашего декана. Лекция «Медиа и журналистика в современном мире» состоится 2 марта. Помимо этого, можно будет узнать про путь рекламного плаката в России, о Сократии и Христе в симфониях Густава Малера и даже побывать на встрече с летчиком-космонавтом Владимиром Соловьевым. Вход свободный. Начало каждой лекции в 19.00. Ну и напоследок. Каждый жуфаковец знает, что сдать экономику на первом курсе непросто. Обычный реферат Валерий Людович Иваницкий превращает в ожесточенную конкурентную борьбу. Главная задача – реализовать собственный проект или же найти для него финансирование. Четырем первокурсникам в этом году удалось воплотить свои идеи в жизнь. Очень сложно найти добросовестных людей, которые действительно не просто напишут письмо с отказом или даже с утвердительным ответом, и в итоге ничего так и не добьемся. А именно ответственного поставщика. И я решила то, что чем больше спонсоров я промониторю, скажем так, посмотрю, чем больше людей я спрошу, тем больше у меня шансов на успех. Так и вышло. В этот раз студенты сфокусировались на благотворительности. Медиалагер для игно-журналистов, акция для детей из детдома и даже помощь животным из приюта. Реализация проектов по экономике дает возможность получить автомат во втором семестре на экзамене. Но отметка в зачетке не так важна, как осознание, что любую идею можно осуществить. Это были все новости, которые мы подготовили для вас на этой неделе. В следующую субботу будет еще интереснее. А пока я подписываюсь на журфак в ТикТоке, советую вам присоединиться к экологическому движению. Попробуйте себя в научной деятельности и не бойтесь самореализовываться. Сейчас самое время. С вами был Максим Докучаев. Пока! Субтитры подогнал «Симон»